20.30. Это КЭП на Первом Приднестровском. Добрый вечер. Начинаем мы с Дубасар. Там прошел митинг памяти. Начало войны Молдовы против Приднестровья. 2 марта 92-го. Очередное нападение на Дубасары. Тогда погибли начальник городской милиции Игорь Сивченко и казак Михаил Зубков. Наши люди встали на защиту города. Сегодня о трагедии вспоминали на митинге памяти. Президент Красносельский возложил цветы. Дубасары, Октябрьская, 64. Под окнами этого дома 30 лет назад смертельно ранили первого начальника городской милиции Игоря Сивченко. Это было в ночь с 1 на 2 марта. Поздно вечером дежурную часть сообщили о драке в общежитии швейной фабрики. Позже оказалось вызов ложный. Провокацию устроили полицейские Молдовы. Наш экипаж выехал и попал в засаду. Дело в том, что я живу рядом, где убили Сивченко. А я в то время был старший лейтенант в гвардии. И у нас оружие было с собой, потому что, ну, преследовали эти ополновцы. И когда стрельба, я буквально в 100 метрах от этого поворота, даже ближе. Я с оружием прибежал туда. Ну, Сивченко положили уже и отвезли в больницу. Мы все поднялись. Весь город поднялся. Те, кто стрелял в Сивченко, спрятались в отделе полиции. Наши казаки и гвардейцы окружили здания, заставили сдаться. Когда силовики Молдовы выходили, началась стрельба с крыши. Тогда погиб наш казак Михаил Зубков. Ему было всего 18. В тот же день, 2 марта 92-го, Апон Молдовы напал на воинскую часть российской 14-й армии, которая стояла здесь же, в Дубосарском районе. В части тогда были семьи военных. На помощь пришли гвардейцы и казаки. 3-го числа мы совместно с Терраспольской ротой Республиканской гвардией взяли эту Кучаевскую часть, вывели семьи офицеров-прапорщиков оттуда, вывезли. Как люди, жены с детьми, как они реагировали, что вы помогли им спастись? Ну как, положительно, конечно. Они ждали, они, как они выразились, мы думали, все. Пришел, как говорится, конец. Потом было еще несколько попыток захватить Дубосары. Атаки, обстрелы. Город выстоял. На Дубосарском мемориале воинской славы, рядом с теми, кто освобождал край от фашистов, похоронены и 33 защитника Приднестровья. В память о героях сегодня живые цветы. Молдавская военщина и политики до сих пор оправдывают жертвы, агрессию, убийства, так называемой борьбой за целостную Молдову. Но я еще хочу раз напомнить всем, всем нам, всем тем, кто воевал против нас, именно своими декларациями в суверенитете о 23 июня 90-го года, декларация независимости 27 августа 91-го года, Молдова разрушила единое государство под названием Молдавская ССР. Поэтому воевать было уже не за что. Это была просто месть людям, месть Приднестровью за желание жить самостоятельно, желание говорить на тех языках, о которых не считают нужным, в том числе и на молдавском, кстати. Желание быть свободными. Мы запоминаем все и помним все. Мы никогда не забудем тех ребят, которые свою жизнь отдали за это, за защиту нашей. Сейчас наши дети учатся, внуки учатся, работают спокойно. После Дубасар в июне 92-го были бендеры, гибель люди, масса разрушений, школы, больницы, заводы, дома и судьбы. Приднестровье помнят, какой ценой нам достался мир. Это главная ценность для наших людей. Субтитры создавал DimaTorzok